Ребят, всем привет! Я нахожусь дома, сегодня воскресенье, тот самый день, когда у меня вообще полный релакс. Поэтому, сейчас мы с вами соберем меня на барбекю. Я только что была в Walmart, купила всяких овощей, рыбку, ее уже замариновала, всякие там одноразовые посуды, тарелки. В общем, все, что нужно для барбекю. Ребята, которые мне помогли починить бентли, купили мясо и, в общем, там возьмут уголь, мангалу, вся вот эта вот бельберта, и мы поедем делать барбекю. Я, в общем, все вот эти дни смотрю CrossFit Games, потому что сейчас идет CrossFit Games, и в первый день соревнований один из сербских участников утонул. Я вообще в этот день просто была в шоке. А я смотрела прямой эфир и просто, просто тупо человек утонул в прямом эфире вокруг кучи людей. Будьте осторожны, цените свою жизнь каждый день. Если вы кого-то любите, скажите им об этом. Если вы кого-то не любите, тоже им скажите, не держите в себе зло. Не пренебрегайте правилами безопасности, если кто-то сейчас лето, вот эти вот озера, шашлыки, пивасик, то-се. В общем, берегите себя, а я буду беречь себя, потому что если ты о себе не позаботишься, никто о тебе не позаботится. Ой, что-то я уже тут сложила этих напитков, они ничего не пьют. Багажник я называю... Капотшетки-капотник. Блин, какая жара, ну... Так, поехали на заправку, и надо купить от комаров хребина тени тут. Ой, как красиво! Я всегда видела, что здесь есть какой-то объект, но никогда здесь не была. Я так поняла, что здесь надо платить хорошие. Так, сколько с нас здесь сейчас возьмут денег? Так, ну что, вот таким образом мы с вами получили размен соточки и куча кешика. Так, здесь лимит 35, так что я думаю, если ехать быстрее, можно и схлопать штраф, поэтому буду ехать и в раз. Здравствуйте! Здравствуйте! Привет! А куда нам? Давай, там наш качок. Смотри, какое у меня приспособление. Ого, это тебе. А вот это да, это тебе, это легкое. Ужаси. Я не знаю, если вы можете чистить камера, я думаю, что это как-то длинный. Спасибо. Я буду делать. Я просто хочу закрыть фотографию, как, от здесь до здесь. Окей, ты можешь закрыть. А, ты хочешь портретить? Я не знаю. Давайте попробуем. Как ты думаешь, это выглядит лучше, я вернусь. Окей. Хорошо. Бенди, и бенди сюда немного, вот сюда. Да, я всегда делаю. Ага. Окей. Я должен смеяться, или попробовать серьезно? ��게요. You did good work. OMG! Are you a photographer? No. Actually? No. You can tag me on Instagram. MS. That adventurous. I'm Christina. Have a good one. Bye. Bye. вот такой у нас стол а там мангалы здесь тоже столики мангалы так ребят я пришла на марину вызвала и здесь вот мое имя что мне нужно идти забирать рейли они сделали сказали вот стоит наш гелик и сейчас пойдем забирать джесский я надеюсь что он где-то по дороге не отвалится так дропов пикап тут либо сервис энтранс пришли буду мы пытаться что мы зароспитом сейчас посмотрим что они скажут так ну что мы оставили оставляем здесь жертвы 250 100 долларов стоит инспекция и они сказали что кто первый приходит тот первый обслуживается у них есть три человека мы не будем ждать поэтому сейчас они снимут джесский сделают инспекцию фотографии и все и мы едем обратно и будем ждать что они скажут если покроет гарантия они не будут снимать эти 250 долларов за диагностику как они сказали я не знаю в общем как-то так я сегодня отвезла джесский в риве мотор спорт который находится помпана бич вернулась домой быстро переоделась поехала на тренировку я только что закончила свою тренировку тренировка была очень тяжелая мы делали клинин джорик в общем там всякие разные бёрпи и тогда и тому подобное и сегодня у меня утро началось не с кофе я сбрасывала уже фотографии того что случилось сегодня утром свой телеграм-канал поэтому если кому-то интересно заходите туда там кстати можете задавать мне вопросы по тура если у кого-то есть аккаунты у кого-то есть вопросы в своем телеграм-канале я на них всех могу вам спокойно отвечать я не спала всю ночь потому что я увидела это вчера собственно это произошло вчера сегодня машина porsche вернулся и то что я увидела меня просто разбила мне сердце я очень сильно расстроен очень сильно расстроена сейчас покажу почему дверь вмята и фандер мят я настолько сильно расстроилась они сделали police report я не знаю зачем они вообще это сделали я ей звонила просила чтобы она этого не делала но это клиент какая-то просто кончено я говорю ты понимаешь что если ты сейчас сделаешь police report который мне нафиг не нужен потому что у тебя покрытие 500 долларов out of packet и у меня покрытие все покроет туры зачем ты делаешь police report мы уже вызвали полицию мы уже сейчас все сделаем вот такая вот дискотека сейчас буду разбираться у меня завтра аренда на porsche на четыре дня и через эту аренду тоже еще две аренды он расписан вообще на весь сентябрь я не знаю я очень расстроена следите не переключайтесь сейчас я вам еще покажу вот здание которые вчера заминировали там были полицейские саперы ваня чё порог уже ударен он смотри что смешно грязь шо ваньку штура заниматься все не будешь они жалко мощность скажи привет передай всем что нам не двигаться порядке вот надо будут квартиры пишите так а как тут нажимать давай что-то поломаю тебе я злая я злая как раз так что тут это крепко тесла тесла о тоже тоже шо это тесла тесла она на магните ничего себе айпэд такой они сделали ключ как от бомбай да а ключ как от бомбай видите ребят сейчас такая функция можно заказать любой ключ ты типа ездишь на жесть лишь чтобы никто не не думаю что ты гей ты типа можешь заказать любой ключ вот например как бомбай хотя бы ангис ты тоже гей так ребят прошло уже четыре дня сейчас должен приехать ко у меня джастер добавилась новая работа еще вмятина на двери я думала это просто царапина но это вмятина вот такого у нас задний фото диск дверь порог дверь не знаю получится ли починить но в общем как-то так сейчас жду его и посмотрим что он скажет надеюсь нормально так ребятки новая красивенькая стекло ай кэтболы ребят такой дождливый день сегодня но для меня он настолько солнечный красочный что просто передать его об этого не могу насколько я рада я сейчас все оставила вот здесь у меня стоит бентли новое стекло оригинальное от официала вот здесь инструменты джиди автокласс приехал ко мне сейчас будет его менять оригинальное классное красивое новое стекло которое будет стоять вот очередная серия о моей audi audi вернулась с десятидневной аренды за это время она накатала три с половиной тысячи миль три с половиной тысячи миль за 10 дней это вообще просто ужас причем они не съездили куда-то далеко они катались здесь по месту и работали усердно усиленно работали развозя всякую хрень по району может быть они кого-то обворовывали может быть они кого-то я не знаю что они там делали то что вы сейчас видите это просто ну как бы было разное но с этой audi такого еще не было смотрите во первых машину привезли поставили на другой parking spot вообще это не мое паркоместо я немножко подцепила назад бампер но он с места слетел не работают камеры не работают радары решетка сломана она продавлена и видимо они просто как-то подцепили наверх только сделала все только привела ее в порядок с этой стороны тоже бампер видно посмотрите на тонировку ребят посмотрите на эту тонировку это я просто вот я пыталась оттереть но это невозможно оттереть ну то есть она но она приклеена прям вообще вот смотрите не знаю как это как это оттереть просто вообще ну то есть ничего ничего не видно вот она сверху здесь приклеена внутри Ух, какой душок Запашок внутри, что у нас здесь О, поставили мне денежки Внутри у нас, как всегда, полный пакет Пеперница здесь Пеперница здесь Пеперница здесь Ранч-дрейсинг здесь Здесь все черное, здесь все прокуренное Потолок прожжен Здесь тоже пипец Куча плесени, куча грязи Жесть и жесть Я, в общем, беру вот такие вот Дезинфектирующие салфетки Сейчас протру руль, сидение И, короче, еду в бодишап Погнали разбираться за очередным дерьмом Так, ребят, у меня тут небольшое обновление С места событий, а мы никуда не едем Потому что у меня загорелась ошибка Заклушите двигатель, куланда нету Видимо, вытек антифриз Потому что, я же говорю, там удар Под бампером Я сняла вот эту штуку Что они сюда заливали, я хрен его знает Эта машина готова в итоге 15 тысяч И говорят, отправляйте документы на аукцион Эта машина по рынку стоит где-то 17-18 Это без дилерфи, без регистрейшн, без ничего Мы им отправляем три варианта Говорим, ребят, мы, к сожалению, за такую сумму не можем купить эту машину Но отправляем им три примера, что вот там один 20 стоит, один там 17, третий 18 А сегодня утром отправляют письмо с ссылкой на какой-то fair claims Это как суд мелких тяж, что-то либо того И говорит, что обращайтесь туда Да, и вот на этом моменте мы не знаем, если честно, что нам делать Офигеть, что за бред вообще Какого года он? 17-го Какой пробег? Счет пробега зависит же, оценка 115 Пробег большой, да То есть они должны вам были прислать сеттлмент Пока вы сеттлмент не подпишите, ничего типа вы не должны отправлять А где машина стоит? Она у вас или у них уже? Я уже забрала Ну вот, конечно, они уже забрали машину Вообще, в принципе, я сейчас понимаю, что им вообще похер 10 у тебя машин, 20, 50, 100 Они настолько сейчас охеревшие, честно, ребят, я не знаю А как у тебя сейчас дается все, кстати? Ты знаешь, в принципе, неплохо Было какое-то затишье Перед этим были вот эти дожди, ураганы, бла-бла-бла И все, что у меня было забукано, оно очень много канцельнулось Сейчас вообще нормально Порш 20 дней катался, эскалейт ушел на месяц О, хорошо Икс-пятый был месяц в аренде Просто там 20-24 дня Ладно, Кристин, я тебя понял Что мы тебе должны? Ничего не должны Ничего не должны, все нормально Да, все нормально Будет что-то серьезное, тогда уже будем деребанить Шучу 28 процентов Все, но если поможешь, мы что-то за Если ты сможешь нам помочь И как-то это сделать Просто нам проще и приятнее было бы сделать это с тобой И по-нормальному, чем делать это с ребятами, которые откровенно тебя нах... Да, и вообще не краснею Да, это пиздец Будут вопросы, решай Ну, если что-то серьезное, звони Не стесняйся Хорошо, прости Спасибо большое Пока-пока нет за что Давай-давай По Поршику мы сегодня сделали фотографии Эстимейт Честно сказать, очень много есть, чего вам рассказать По поводу того, как сейчас работает Тура И насколько сложно выбивать и бороться за свои же деньги Я уже не говорю о том, чтобы что-то там зарабатывать И мне кажется, будет очень хороший пример рассказать вам о этом случае с Поршиком Поэтому сейчас пойду куплю продуктов и вернусь к вам Не переключайтесь Поршик вот такой вот обрел вид Как вам? Честно сказать, я не знаю, что происходит Почему такая хреновая тенденция сейчас выплаты по Тура Это просто настолько раздражает, бесит и демотивирует, что уже просто нет сил с этим бороться С момента того, как ударили Поршик, прошло, наверное, три недели, да Какие обновления за это время мы получили? Первое. Тура через неделю, после того, как зафилили Полис Репорт и зафилили Дэмэдж Репорт Через неделю только ко мне доехала Джастер У меня после этого еще была одна поездка И, кстати, там добавилась одна царапинка Хорошо, что она добавилась в эту же сторону Второе. Приехала Джастер Вообще, я не знаю, ничего у него не было с собой Ни какой-то там рулетки, ни какие-то там штук, которые изменяют резину Ну, то есть, по сравнению с тем, что делал мой Джастер Этот вообще просто какой-то шкет Не знаю, ему, наверное, лет 18 он пришел, посмотрел Никаких фоток не сделал Говорю, сделай вот эту фотку Сделай вот эту фотку Посмотрел И, в общем, все После этого, спустя еще неделю Я начала звонить, писать своему менеджеру Которого подключили к этому клейму И начала спрашивать какие-то обновления И что вообще происходит Это уже две недели И вот спустя две недели На третью неделю Мне прислали, наконец-то, эстимейт Который сложил, собрал вот этот вот аджастер, так сказать В итоге с моим дедактом мне заплатили 750 Мне заплатили 750 долларов То есть у меня дедакт был по этой машине 750 долларов Они мне насчитали 1400 И в итоге 750 вышло то, что они мне выплатили Как вам такое? Сейчас я вам вот здесь прикреплю Покажу, что они посчитали И сколько они посчитали вообще работу И я даже не знаю, как на это реагировать Диск ударен Ну, как бы это 250 где-то долларов Снять только пленку тоже где-то 400 долларов Как они вообще это все считают? Меньше чем 10 тысяч Я вообще не принимаю С учетом того, что у меня на машине Эссидент Теперь она дешевле Тысяч на 7-8 Я вообще даже принимать не хочу Эту эстимейт, честно Я просто отказываюсь получить выплату Меньше чем 10 тысяч за эту нервотрепку С моим любимым Поршиком Поэтому сейчас будем с ними бороться, бодаться Сколько это займет времени, я не знаю Как бы в принципе его можно сдавать Вот таким, какой он есть Но опять же таки могут поставить плохие отзывы Первое А второе Не очень бы хотелось Потому что если кто-то ударит еще больше То ты не сможешь получить никакую компенсацию Потому что у тебя были лимфисты дамеджи Как только в раб снимется Все, он уже как бы в аренду И его отдать не смогут Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok